Это программа День с толком, в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Огнем уничтожено несколько жилых домов и построек. Почему возгорание в Змейногорске, пришедшее с полей, оказалось таким масштабным? Многих отпустили по домам. В чем причина экстренной эвакуации в школах и вузах Барнаула? Жители края стали чаще покупать антидепрессанты и успокоительные. Кому и когда стоит принимать медикаменты и есть ли другие способы переключиться на положительные эмоции? Сегодня ряд учебных заведений края получили сообщение о минировании. Так известно о том, что людей эвакуировали как минимум из трех учебных учреждений Барнаула. Письма с сообщениями о минировании учебных заведений в очередной раз разослали по электронной почте. Учреждения объявили об экстренной эвакуации. Это произошло в 51-й школе Барнаула, Алтайском филиале Ранкикс и Краевом институте культуры. Все заведения проверили службы реагирования, взрывных устройств не обнаружили. Учащихся запустили обратно и занятия продолжились. Военнослушащие, вернувшиеся с ранениями, не останутся без внимания. Министра социальной защиты края Наталья Уськина сегодня рассказала о том, какие меры поддержки уже предусмотрены для недавно мобилизованных. Важной задачей является медицинская реабилитация, но в целом, конечно, нуждается и дальше их ориентирование в жизни, в части получения образования, трудоустройства. Поэтому, учитывая, что у нас есть сведения о данных военнослужащих, данную работу считаем необходимым. Совместно с Министерством здравоохранения, нашими подведомственными учреждениями, такими как Центр ветеранов боевых действий, Крестный центр для мужчин, выстраиваем единую систему комплексных мероприятий по поддержке наших военнослужащих, получивших ранения, вернувшихся сегодня на территорию нашего региона. Также на заседании правительства Наталья Уськина рассказала о поддержке родных военнослужащих. На прошлой неделе помощь получили 76 семей. Как правило, людям помогали подготовиться к зиме или решали более мелкие бытовые вопросы. А вот психологическую поддержку получили 443 семьи. На 20% больше звонков сейчас поступает на детский телефон доверия. Его номер Министерство социальной защиты переориентировало на решение проблем детей и семей военнослужащих. А в колл-центр ведомства с начала мобилизации поступило 183 звонка. Большинство по личным вопросам. Спрос на антидепрессанты и успокоительные препараты вырос в разы в России. И чаще их стали покупать и жители Алтайского края. По крайней мере, такое впечатление складывается у фармацевтов. Но кому и когда стоит принимать медикаменты для сохранения нервной системы? И есть ли действенные альтернативы им? Об этом в День психического здоровья в нашем следующем сюжете. Антидепрессанты, транквилизаторы и даже нейролептики. По данным компании GSM Group, подготовленных для известий, только за три осенние недели соотечественники купили свыше 2,5 миллионов упаковок таких серьезных препаратов, потратив на это почти полтора миллиарда рублей. Причина – общий тревожный фон, вызванный геополитической и экономической ситуацией. Жители Алтайского края, как показал опрос, происходящее переживают по-разному. Я очень переживаю, я даже новости не смотрю, потому что у меня сразу слезы льются, жалко. Конечно, переживаю, очень переживаю. Переживаю за молодежь, за всех мужчин. Нет, я спокойна. С нашим руководством я спокойна. Просто-напросто не паниковать. И вспомнить нашу отечественную войну. А что больше давлеет – погода или события? События, конечно. Конечно. Беспокойство. Надо просто жить, делать, заниматься делами, и все будет нормально. Но закрыться от происходящего и спокойно заниматься делами у большинства, видимо, все же не получается. Мы обошли несколько барнаульских аптек, и в каждой нам подтвердили, что в последнее время люди чаще стали спрашивать препараты, снижающие тревожность и напряжение. Я сейчас много к вам обращаются, такие симптомы. Ну, в основном, да. Но психологи предостерегают от покупок успокаивающих средств, в том числе всевозможных чаев, настоек и капель. А тем более препаратов более серьезного класса. Подсесть на них легко, а вот отказаться после – сложно. Специалисты убеждены – нервная система может вынести любые нагрузки, если о ней заботиться правильно. Самое первое – это не нужно тратить силы на борьбу с реальностью. То есть, вот у нас есть события, которыми мы можем управлять, а есть события, которыми мы управлять не можем. Так вот, не надо тратить силы на то, что ты не можешь изменить. Психологи советуют расфиксироваться, то есть переключаться на любимые занятия и увлечения. Выговаривать свои эмоции. Не можете близкому – расскажите зажженной свече. А еще в неспокойное время важно высыпаться, не нужно сидеть на диетах и отказывать себе в удовольствиях. Я знаю, что сейчас многие женщины, чьи мужья ушли воевать, как бы испытывают чувство вины и не разрешают себе, ну, каким-то образом расслабляться, отдыхать. Это неправильно. Мужу вы нужны здоровые, вы нужны подбадривающие. Стрессоустойчивость сегодня как никогда важный фактор, говорят специалисты. Чтобы оставаться работоспособным, успеть выполнять массу ежедневных задач, нужно также ежедневно находить время для занятий, которые позволят оставаться в гармонии с самим собой и окружающим миром, каким бы он ни был. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком. Продолжим. Около 10 домов сгорело в результате крупного пожара в Заминогорске. Эту информацию нашему телеканалу подтвердили в Краевом МЧС. По факту халатности должностных лиц города следователи возбудили уголовное дело. А вот он, их рядом дома еще один горит. Это все перекидывается вон от тебя дома. Тут все сгорело. Возгорание произошло 9 октября. Загорелась сухая трава. Сильный ветер перебросил пламя на жилые дома. В результате полностью уничтожено два дома. Еще на одном сгорела кровля. Всего с учетом бесхозных домов выгорело около 10 построек. Пламя тушили два десятка огнеборцев. По предварительной информации, пожарным удалось справиться с огнем. Прокурорская проверка показала, что на территории населенного пункта не были созданы противопожарные полосы. Поэтому ЧП оказалось таким масштабным. Следователи изучают все обстоятельства и вскоре оценят работу должностных лиц города. Жители Барнаула с волнением ждут наступления холодов. Ведь вместе со снегом в город обычно приходит транспортный коллапс, который сейчас в утренние и вечерние часы впечатляет. Мы отправились на одну из популярных автобусных остановок Барнаула, причем не в самый час пик, и поговорили с людьми. Пересечение северо-западной и Ленина. Это место, логистическая точка, где соединяются или пересекается большое количество маршрутов. И после мая этого года движение здесь стало еще более плотным. Здесь, можно сказать, начинается пробка по направлению в центр. Но даже если дороги более-менее разгружены, пробка в самом общественном транспорте. Подошла, оценила ситуацию, отступила. Чем ближе к проспекту Ленина или Калинина, тем меньше шансов уехать с комфортом или вообще уехать с первой попытки. Первая волна час пик примерно с 8.20 до 8.45. Вторая начинается после 9.00. На остановках гораздо меньше людей, но ситуацию это облегчает ненамного. Видимо, студенты и все. В принципе, доехать по выделенке не настолько и сложно. А попасть в автобус? Ну, попасть, смотря в какие, которые, наверное, более популярны в тех трудах. Вот я сейчас не попаду. Не попаду? Извините. Нет, пытаюсь. Еще один вариант – прийти на остановку пораньше в надежде быстрее уехать. Есть и такие пассажиры. Какими маршрутами пользуетесь? Ну, я сейчас пользуюсь. В 60-м пользуюсь. Насколько легко в них попасть? Да, я почти всегда опаздываю почти в основном. И сюда 2-3 пропускаю точно. Такие щитопуны появляются. Долго встаю с двух. А с утра сейчас легко уехать вообще в центр? Ну, вообще нет. Нет. Нет, в принципе, можно. Пропускать по несколько автобусов уже скорее норма. А с неожиданным приходом холодов, которые прогнозируют уже через несколько недель, ситуация может обостриться еще больше. Но власти объясняют – скоро автобусов станет больше. Это последняя неделя работы садоводческих направлений. Перевозчики, которые, так скажем, выполняют по маршрутам по садоводческим, у них эти автобусы и, соответственно, водители освобождаются и будут добавляться уже на те маршруты, где у нас сейчас идет большая наполняемость. Ну, например, вот есть у нас жалобы на тот же 60-й, что там газельки как бы и плохо вывозят. У нас как раз перевозчик сейчас большие автобусы будет снимать и добавлять в утренний, вечерний час пик на данный маршрут. Очередной экзамен организаторов городского движения ждет с первым снегом. Но по предварительным прогнозам синоптиков случится это не раньше 10-х чисел ноября. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. 30-летний мужчина попал под поезд и от полученных травм скончался на месте. Происшествие случилось на железнодорожном перегоне Боровиха-Алтайская. Как сообщают представители транспортной полиции, житель Новоалтайской переходил ЖД пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. Прибывшая на место следственная оперативная группа установила, что машинист пассажирского поезда заметил человека, который переходил железнодорожный пути с велосипедом в неустановленном месте и подал предупреждающий звуковой сигнал. Но мужчина не среагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Сотрудники транспортной полиции напоминают, что находиться вблизи железнодорожных путей и не соблюдать требования безопасности чревато не только сбоем движения поездов, но и тяжелыми травмами или даже гибелью самого пешехода. Почти 6 миллионов рублей потратят городские власти для оборудования светофорами проблемного участка на пересечении улицы Антона Петрова-Попова. Напомним, на перекрестке к концу года планируют установить сразу 45 светофоров. Это позволит разделить транспортные потоки и уменьшить количество ДТП на участке. Анара Шагирова продолжит тему. Пересечение улиц Антона Петрова-Попова по официальным данным прошлого года стал самым аварийным участком семь крупных ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Водители не всегда движутся по правилам и уступают друг другу, под колеса попадают и люди. На этом перекрестке пешеходников сразу четыре, причем не самых простых. Переходишь одну зебру, трамвайные пути и снова зебра. Остается догадываться, пропустит тебя автомобилист или поедет дальше. Поэтому и переходишь на свой страх и риск. Ну, аварий было много. Сбивали. Сына у меня сбили здесь. Да, и водитель не остановился. Ну, такой для детей, я считаю, опасный. Несколько детей здесь сбивали. Очень многим непонятно, что это не кольцо. То есть, по правилам кольца ездят. То есть, постоянно происходят какие-то действительно аварии. И знаки не помогают? Нет, знаки не помогают. Ну, большинство водителей, видимо, не смотрят на них. Чтобы сделать перекресток проще и безопаснее, власти города выделили почти 6 миллионов рублей дополнительных средств на установку 45 светофоров. На вопрос, немного ли для одного участка, подчеркивают, это не значит, что его загромоздят устройствами. У нас же есть требование ГОСТ по установке светофоров. Соответственно, светофоры пешеходные должны дублироваться на трамвайных путях. Также у нас транспортные светофоры дублируются на разделительной полосе и так далее. Это в целом все светофоры. И транспортные, и трамвайные, и пешеходные. То есть, это не значит, что у нас там будет именно 45 стоек каких-то, да, там и так далее. Где-то это на опору ставится, где-то светофоры двухсторонние, потому что, ну, пешеходные с различных направлений. К тому же, светофоры будут с умной начинкой и уникальными для нашего города, заверяют в профильном комитете. Устройство без прямого вмешательства человека регулирует сложнейшие транспортные потоки. Это позволит избежать и заторы на участке. Сейчас власти определили подрядчика. И к концу этого года ожидается, что светофорный комплекс уже начнет работать. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Шестая волна коронавируса пошла на спад. Эту информацию нам подтвердили в Краевом управлении Роспотребнадзора. Если в середине сентября врачи фиктировали почти 5,5 тысяч обращений в неделю, сейчас ситуация сильно изменилась. За последние две недели, на прошлой неделе было зарегистрировано 4600 случаев. И на этой неделе, по итогам прошлой недели, зарегистрировано 2765 случаев. Что на 40% ниже предыдущей недели. Ну и, соответственно, если сравнивать с сентябрем, то заболеваемость снизилась практически в два раза. Если сравнивать ежесуточную статистику, то в сентябре каждый день добавлялось по 700 вновь заболевших. А в минувшее воскресенье зарегистрировали 301 случай. Меньше стало обращений и с респираторными инфекциями. К слову, в очередную волну COVID-19 медики фиксировали в основном легкое течение вируса. Всего 1% пневмонии. По мнению специалистов, следующую волну стоит ждать во время очередного обострения респираторных заболеваний. Скорее всего, в декабре-январе. Зима близко. Жители края активно закупают топливо. В минувшем году в нескольких районах были проблемы с наличием угля. Теперь запас имеется. Кстати, ежегодно компенсацию за твердое топливо получают около 100 тысяч федеральных и краевых льготников. А субсидии около 20 тысяч семей. Такая поддержка по-прежнему одна из самых востребованных среди населения. Подробности далее. В селе жить хорошо, рассказывает Вера Ильинична. Воздух свежий и огород свой. Но забот по дому намного больше, чем у городского жителя. Дрова на кали, уголь на таскай, к зиме подготовься. Газ до улицы женщины пока не провели. Поэтому приходится запасаться твердым топливом. Мы сейчас топим пока дровишками одними. Потому что еще не так холодно. И поэтому уголь мы пока не трогаем. Самые сильные морозы будем трогать уголь. А сейчас пока дровами протапливаем, березовыми. Вообще красота. На зиму нужно 3 тонны угля и 8 кубов дров. Но стоит такое тепло больше 20 тысяч рублей. Покрывая часть расходов, пенсионерки помогает региональное министерство социальной защиты. Но компенсация приходит быстро. Вот мы сдали документы. Вот буквально через неделю-две, наверное, и компенсация пришла. Уже несколько лет соцзащита компенсирует оплату твердого топлива для льготников разных категорий. Вернуть можно до половины расходов. Средний размер компенсации составляет от 3 до 4 тысяч рублей. А максимальный размер доходит до 10 тысяч рублей. Это тоже удобно для гражданина. Если ему необходимо 20 тысяч рублей, чтобы приобрести твердое топливо, и половина суммы ему вернется, ну, сами понимаете. Также одиноко проживающие граждане, малоимущие или многодетные семьи могут получить субсидии на оплату ЖКХ с учетом расходов на твердое топливо. Подать документы на компенсацию субсидию можно через госуслуги, соцзащиту или МФЦ, филиалы которого есть во всех районах и городах края. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. В очередном матче первенства России среди команд второй лиги футболисты «Динамо» и «Барнаул» принимали омский «Иртыш». До встречи гости занимали вторую строку в турнирной таблице сверху, а барнаульцы третью снизу. Смогли ли «Динамовцы» навязать свою игру явному фавориту чемпионата, расскажет Дмитрий Дроздов. Это наш день. Именно так говорили болельщики до старта матча «Динамо» «Барнаул» и «Иртыш». Им был не важен тот факт, что амичи в турнирной таблице занимали вторую строчку, а белоголубые – всего лишь десятую. К слову, бумажные фавориты создали один момент в начале игры, а дальше хозяева выровняли матч, а потом и вовсе вышли вперед. «Барнаулцы» на этом не остановились. Поймав кураж белоголубые, через минуту сделали счет 2-0. Во втором тайме омичи, видимо, после взбучки тренера Валерия Петракова бросились на штурм ворот «Динамо», и у наших футболистов появились возможности использовать оголившиеся тылы соперника. Однако воспользоваться открытыми коридорами не удалось. К слову, это был один из немногих матчей, после которого тренер соперников не сказал, что в поражении виновата барнаульское поле. «Наверное, есть какие-то просчеты, наверное, в нашей работе. Я не могу сказать, что мы безвольно играли. Достаточно неплохо контролировали матч, и были моменты хорошие, подходы для взятия ворот. Но, к сожалению, это наш бич. У нас просто какая-то пердосрока с реализацией моментов». Все же один момент реализовать гости смогли. Защитник Максим Полковников на последней минуте отправил мяч в ворота барнаульцев. Кстати, в прошлом году он защищал цвета «Динамо». Тем самым 2-1. Победа аутсайдера над фаворитом. Наши остались на 10-й строчке в таблице. И следующий матч «Динамо» сыграет уже 16 октября. В соперниках вновь один из лидеров – Челябинск. Дмитрий Дроздов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон о нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...